Особое мнение на 101FM О депутатской работе Начать с этого Но не только об областных депутатов А и относительно Депутатов городских То есть давайте попробуем переложить То, что происходит в АЗС На то, что может быть Нужно было бы в городской доме Или не нужно это вовсе Но вот первое и главное Это сокращение депутатов На треть Сначала это было просто идеей Теперь это законодательная инициатива Заявили вчера о том, что она Уже внесена Хочу вас спросить Как вы эту инициативу Эту идею оцениваете И насколько это применительно В гордуме Могло бы быть интересен опыт Или это не нужно Ну я отношусь, конечно же, к ней негативно Я считаю, что эта инициатива Точно ущемляет права населения Поясню почему Вот смотрите Количество депутатов Оно является Знаковым в какой точке зрения То есть чем больше Депутатов Тем, на мой взгляд Больше представительный Вот этот Представительный орган Представляет Максимальное количество слои населения Ну поясню на примере Каком Значит у нас сейчас 54 депутата Законодательного собрания Из них 27 По одномандатным округам 27 по Партийным спискам И стоит задача Как раз Не сколько там сократить Количество депутатов в целом А сколько сократить там Влияние партийных списков На мой взгляд Мое мнение Это связано с тем Что рейтинг Единой России снижается И я об этом уже тоже говорил Вот я считаю Что это никаким образом Не связано с экономией бюджета Потому что Номинально Если говорить Будет у нас 54 депутата Или 64 Или 74 При прочих Всех равных условиях Там стоимость Содержания Этих депутатов Она никак не изменится С точки зрения Я тоже об этом говорил Необходимо Однозначно Пересматривать Наверное Позиции Количество депутатов Которые Получают зарплату Потому что Для тех Кто не в курсе В любом депутатском корпусе Но в всяком случае В ЗАГС собрании В городской думе Если мы сейчас Про это говорим Есть депутаты Которые Работают За зарплату Есть Те депутаты У которых есть Место работы И по сути дела Для них это Общественная работа То есть это за бесплатно И поэтому Если речь шла бы о том Чтобы оптимизировать Каким-то образом затраты То необходимо Пересматривать Количество Повторюсь Депутатов Которые Сидят на зарплате Раз Второе Это орг структура Вокруг ЗАГС собраний Вокруг городской думы И если переходить В городскую думу У нас в городской думе 36 депутатов И по сути дела Если сейчас И Они представляют 500 тысячный город И например В моем округе 20 тысяч Ну в целом 20 тысяч человек Избирателей Значит Два депутата Один депутат Одномандатник Второй депутат Избирается По партийным спискам И я считаю Что в этом ключе Это Отражает Сегодняшнее реалии Когда С точки зрения Федеральных властей Заявлено Что роль Политических партий Там Неважно Она достаточно Весома Потому что Если мы Отмотаем Достаточно Некоторое время Назад То Количество депутатов Если говорить Сейчас про город Что было понятнее То есть Было также 36 Но не было Депутатов От партийных списков Все депутаты Были одномандатники И Например Там мой округ Был Меньше Там В два раза И по сути дела Значит Каждый округ Был по 10 тысяч Потом их объединили Там по сути дела Стал один депутат Одномандатник И от этого же округа В зависимости от рейтинга Партий Значит Там избирался Там От той или иной Там партии И такая схема Вам кажется Более Ну Она На сегодняшний день Отражает всю вертикаль Политической жизни Потому что В Государственной Думе Точно такая же Подход То есть То есть Есть Которые прошли Как по одномандатным Округам Есть по партийным Спискам Поэтому Если сейчас Говорить о том Что необходимо Скажем так Ну я точно Против сокращения Количества Если говорить Про влияние партий Ну тогда Ну нужно идти Последовательно И эти позиции Делать и в ЗАГС Собрании И в Государственной Думе Но тогда Увеличивать количество Одномандатников То есть Я за то Чтобы цифра 54 Она осталась Потому что Если действительно Необходимо Там как-то Отойти От ролей Политических партий Ну тогда Нужно уменьшить Каждый круг В два раза Порезать Как было в свое время Значит И у нас будет Просто 54 депутата Все одномандатники То есть Такая история у нас была Поэтому То есть Вам такое Да Ну еще раз повторюсь Там эта инициатива Никак вообще не связана На мой взгляд Там с экономией С каким-то отражением Текущей ситуации Это То же самое Почему ввели Три дня голосования Это то же самое Что когда там Начинается Меняться сроки Там Избирания Президента Там обнулений И так далее Вот это из этой серии Это из серии игры Из серии Манипуляции Там Волей народа Повторюсь еще раз Чем мою позицию Чем больше будет Количество депутатского корпуса Тем более Эффективно будет работать Представительный орган Потому что тем Больше будут представлены Мануны социальные слои Которые могут Через своего депутата Выражать свое мнение Потому что Главная задача депутата Это представлять интересы Той избирательная группа Которая его выдвинула Вот кстати Мой следующий вопрос Как раз об эффективности Вы так плавно к нему Подошли красиво Роман Титов Это один из авторов Как раз этой инициативы Сокращения числа депутатов У нас в эфире Сказал, что И не только он В принципе Вот у нас и был Федор Сураев Был Владимир Костин И все они говорят Что Зак Собрание Упустило Свою Законодательную власть То есть власть, которая им должна бы принадлежать Они ее упустили Отдали ее правительству Так вот это сокращение числа депутатов Оно не приведет к тому Что статусность органа Еще сильнее потеряется Ну, мое мнение Что это никак не коррелирует Друг с другом То есть Потому что статус депутата Который сейчас сложился Вот Я могу судить только со стороны Я повторюсь Я являюсь депутатом городской думы Незаконодательного собрания Поэтому я считаю Что статус депутата Зависит в том числе От работы каждого депутата И от текущей ситуации Которая есть Потому что сейчас Когда выстраиваем вертикаль власти В плане законодательства То действительно Многие инициативы Они по сути дела Если Они уходят наверх На уровень Федерального собрания То есть государственной думы И безусловно Каждый регион Имеет Все меньше и меньше Возможности Что-то решать На своем уровне Но тем не менее Это еще возможно И если В следующем году Мнение жителей Будет иным Чем В предыдущие выборы То я думаю Что и Уровень доверия К законодательной власти Снова вернется И когда состав Будет достаточно Представительный А именно представлять Не одну политическую силу А достаточно Разную Тогда придется Обсуждать Придется искать Какие-то Совместные решения А не продавлять Ту какую-то ситуацию Которая Важна Для Позиции сверх Московской Какой-то Указки И все ее выполняют Потому что сейчас К сожалению Когда смотришь То что происходит Это к сожалению Выглядит со стороны Именно так А вы думаете Может что-то измениться? Я всегда говорил И вот на Ваших эфирах О том что Я убежден Что власть И депутаты Именно такие Которую мы Сами избираем То есть я не Не вижу У себя Во всяком случае На округе Каких-то Активных Манипуляций И вбросов Следовательно Предполагаю Что Если есть Какие-то нарушения В выборном процессе То они действительно Минимальны Повторюсь Это моя точка зрения Я сейчас Ну как минимум Про Кировскую область Если говорить И поэтому Если Жители Скажут Что Текущая ситуация Их не устраивает Они хотели бы Что-то изменить Я вас уверяю При достаточно Хорошей явке При Достаточно Грамотном подходе Со стороны Кандидатов И населения То мы увидим Совершенно другой состав Законодательное Собрание В 2021 году И все Можно будет изменить И какие-то Вопросы Там Отмотать И решить Обратно Потому что На примере Опять же Городской думы Могу сказать Что Мое мнение С Ростом числа Оппозиционных Депутатов Работа стала Живее Интереснее Вот опять же Мой следующий вопрос О том Что Чтобы вы Переложили Опять Зак Собрание На себя То есть Вот приходят К нам депутаты Сами говорят Мы власть потеряли Ну сами виноваты Вот хочу Ваши ощущения Вашей работы В Гордуме Вы не чувствуете Такого Вы что Чувствуете Ну Я Не скрывал И не скрываю Я шел В городскую думу Для того Чтобы представлять Интересы В первую очередь Там на 99% Это интересы Филейки Округа Где я живу И родился И где живет Моя семья Поэтому В этой части Представления Их интересов Я считаю Что получается Много Наверное Если говорить В целом Про эффективность Городской думы То Про влияние На власть Ну влияние На власть Точно есть Оно Повторю Сейчас Не такое Какое Хотелось бы Потому что Когда есть И опять же Это решение Населения Когда у нас Есть фракция Самая многочисленная Которая По сути дела В силу своей численности Может принимать Практически любое решение То безусловно Ряд вопросов Решить пока не удается Но Если говорить про себя В целом Там про решение вопросов Там филейки Вот Если что Не получается На статусе Через статус депутата То я иду В суд В том числе Отставить интересы И Ситуация Про дороги Значит Она Показывает То что Иногда И этот Путин Тоже Может иметь Место быть Вот И опять же Здесь Я надеюсь Что Жители В большей части Они все таки же Поймут Что все что происходит Вокруг нас И вокруг них Это только зависит от нас То есть Придя на выборы И сделав свой выбор Значит В пользу того или иного Кандидата Тем самым Он ему делегировать Свой голос И будет с него спрашивать И жизнь будет такая Какая Какой он захочет Потому что Еще раз повторюсь Там Там Я У меня было несколько Попыток избираться Значит И в 12-м году И в 17-м И во все эти периоды Значит Те Даже если говорить Про нарушения Там Не юридические Там А эти Про 500 рублей Это Ну Людей никто не заставлял Люди брали Эти 500 рублей В 12-м году И голосовали Так как им сказали Люди брали Их никто Не зомбировал Там Не манипулировал Сознанием Поэтому Сейчас Дума На самом деле Представляет Городская дума Воля Излияния Населения Там 2017 года Это действительно так Ну и с учетом До выборов Там Как раз Которых показали Что Оппозиция Набирает силу И это тоже Говорит о том Что Я надеюсь Тренд Говорит о том Что население Два представителя Справедливой России Победили Да В 18-м году Один В 19-м году Два Из двух И это говорит о том Что там Неважно какая Будет оппозиция Это говорит о том Что жители Хотели бы Что-то менять Я надеюсь Повторюсь Там В последующие Периоды Неважно На кем Манипуляции Сейчас Пойдет Власть Для того Чтобы там Уменьшить Количество Депутатов Городской думы Законодательного Собрания Но Это не помешает Населению Сделать правильный Выбор Вот И Тогда Жизнь Правда Изменится Только от нас Только от нас Никто сверху Ни со стороны За нас Не примет решение Если Мы сделаем Выбор Он будет такой Который Мы заслуживаем Вот У меня этот вопрос Почему-то Наконец Оставлен Мне кажется Он здесь Очень хорошо Ряжет Я хочу Спросить О выборах Сити-менеджера Тогда Снова этот вопрос Поднялся Хотят его Обсудить На урбан-форуме Пригласить Ройзмана Последнего Выбранного Губернатора Екатеринбурга У нас в эфире Политолог Ильин Дмитрий Ильин Высказался О том Что выборы Это не панаце На его взгляд Что это только Жизни А решать надо Другие проблемы Решать их надо Прямо сейчас Не ждать Каких-то выборов Кадровый вопрос В первую очередь В мэрии Все эти вопросы Городского хозяйства Они При любом раскладе Решаться должны Вот Вы что На этот счет Думаете Ну смотрите Есть такое выражение Кто платит деньги Тот и музыку заказывает Сейчас Текущая ситуация С выбором Сити-менеджера Она выглядит Следующим образом Пять человек В комиссии Которые Рассматривают Кандидатуры И представляют Их депутатом Пять человек Это со стороны Правительства Кировской области Пять человек Пять человек Со стороны Городской думы То есть По сути дела При номинальном Статусе Кво Мы понимаем Что опять же С учетом Преобладания Влияния В городской думе Там И партии Власти Мы Там Понимаем Что в первую очередь Выбирает Сити-менеджер Не городская дума Как представители Чтобы в принципе Было бы логично А по сути дела Выбирает Правительство Кировской области И Следовательно Задачи Которые решает Сити-менеджер В первую очередь Он будет решать Задачи того Кто его Назначил И это Повторюсь Это Губернатор Выбирает Население Но мы говорим Это регион Это область Это город Поэтому Как минимум Я бы Понимал бы Когда Сити-менеджер Выбирали бы 100% Депутаты Как представители Горского округа Но еще лучше Безусловно Я двумя руками За За выбор Сити-менеджера Населением Потому что спрос Тогда будет Они будут Задавать эти вопросы Не всегда Приятные Но которые Нужно отвечать Главное Чтобы неформально Это все было Вот о чем Вы говорите Ну вот сейчас Очень простой вопрос Который Я и Мои коллеги Из других В том числе Фракций Задавали вопрос Про оптимизацию Не секрет Что на дворе Вовсю Идет Не только Пандемия Но и экономические Сложные ситуации Назовем так Чтобы меня не обвинили В нагнетании страха И мы задавали вопрос Что необходимо Оптимизировать Численность чиновников Сейчас я говорю Не про врачей Не про нянечек Я сейчас говорю Про аппарат Администрации Всевозможных мупов Тех людей Которых Сидят в кабинетах И это поднималось Вопрос В апреле В мае У нас сейчас октябрь Решения нет То есть что-то происходит И когда я лично Например задаю вопрос Или кто-то из депутатов Ну нет и нет То есть повторюсь еще раз Чтобы для того Чтобы снять Сити менеджера Необходимо Чтобы этого захотел Губернатор В лице пяти его представителей Ну и по сути дела Часть депутатов Из тех пяти Они тоже Если присоединятся То есть там Простое большинство Его уберут Как в свое время Там ушел Шульгин Не потому что Городская дума Устала Или не смогла С ним наладить Заметношения Или люди были недовольны Потому что губернатор Был недоволен И сити менеджер ушел И поэтому вот эта вот Двоякость Она меня лично Точно не устраивает Ну то есть вы Вот в этой ситуации С Допустим Возьмем одну конкретную Да ситуацию С оптимизацией Вы ничего сделать Не можете Так получается Ну пока я только спрашиваю Да никаких результатов Я не вижу Все И если Повлиять не можете И пригрозить чем-то Да если оптимизации Не будет За это никому Ничего не будет Про это То есть вот Влияние сейчас Отдельных Депутатов Или даже всей Городской думы Даже условно Представим фантастическую картину Что вся городская дума Сказала Нас не устраивает Там мы сейчас говорим Не про конкретную фигуру А вообще в целом Но При условии Что если Эта фигура Будет устраивать губернатора То будет 50 на 50 И следовательно Решение не пройдет И вот эта ситуация Она ну достаточно Нелогична Понятно она логична С точки В вертикали власти Но я считаю Что если должность Будет выборная То человек Который пойдет На этот пост Он будет отвечать В первую очередь Не перед губернатором Как сейчас А перед населением Которое его избрало Потому что даже Выборы Среди Ну если будут Ну если будут его Выбирать депутат Тоже не совсем верно Потому что Такой получаться Иногда испорченный телефон Я считаю Что население Имеет право Выбрать Того Кто будет управлять Городским хозяйством Это деньги населения Вообще Здесь Когда мы говорим Про экономику города Чем управлять Сити менеджер Это на самом деле Вполне логично Потому что Если я плачу налоги Я плачу налоги То следовательно Я хочу понимать Как эти деньги Распределяются Потому что Даже те дотации Которые приходят Со стороны Области Москвы Это тоже Мои налоги Просто которые Ушли в Москву И так далее Потому что В центре Москвы Нет никакой Нефтяной скважины Которая нам Выкачивает деньги И потом распределяет На всех То есть сейчас К сожалению Сложилась такая система Во власти Когда сначала Из регионов Забираются все денежные средства Ну точнее По максимуму А потом В виде подачи Там возвращается И поэтому В этих реалиях Безусловно Народному Сити менеджеру Будет жизнь Точно сложнее Потому что Если его изберут И его мнение Может не совпадать С позицией Там областного руководства И московского Будет правда тяжело Поэтому наверное Пригласили Как раз Представитель Секретенбурга Для того Чтобы он поделился Как ему жилось Как раз в тех реалиях Когда не все Шло гладко В взаимоотношениях Там как раз С областным правительством И с Москвой Я думаю полезно Будет его выступление Послушать Ну вот Кстати Мы пришли Вот К той штуке Да Когда изначально Говорили о том Что Гордума Имеет какое-то Влияние на власть Да Может быть выше Чем допустим У депутатов ОЗС Но все-таки Это не то Чего хотелось Мы же сейчас говорим Про сити менеджера Вот если говорить Про частные вопросы Ну это действительно так Потому что Все представители Муниципальной власти Обязаны отвечать На мои вопросы Запросы В определенные сроки Обязаны То есть если То есть у вас Это регламентируется Это регламент есть Он прописан Депутатов ОЗС этого нет Вот они как раз сейчас Этим и заботились Проблема есть только В отношениях с бизнесом То есть бизнес структуры Не обязаны В срок отвечать Точнее им за это Ничего не будет То есть если мне не ответит Вовремя администрация Города Кирова То есть определенные санкции Безусловно Они очень слабые И несущественные Но тем не менее есть Поэтому мне всегда В срок отвечают То есть вот такое Чтобы запрос затерялся Такого никогда не было За мою двухлетнюю работу В качестве депутата Другое дело Содержание Как бы да Но даже если мы введем Там какую-то Еще более сильную ответственность Содержание Никак нельзя будет Переиграть Потому что Вот они же ответили Вот те самые отписки О которых вы говорите Да Отписки есть Но усиление Меры наказания За непределение ответов Ну слово отписка Это же я понимаю Там суд решит Что это нет Это вполне аргументированный Ответ Денег нет Но вы держитесь Строчка из закона Перепечатана Городская дума Имеет достаточно Хорошие рычаги управления Повторюсь Там в отдельных моментах И там практика показывает Что с городской думой Приходится считаться Опять же Последние выборы Которые там были Сити менеджер Показали Что просто так Не получается То есть когда просто так Прийти и сказать Что вот наш Кандидат И вы его согласуете С первого раза Поэтому и не получилось Потому что там Когда совершенно не ставят мнение депутатов То вот мы увидели Следующий заход Как мы видели Результат И голосование депутатов Шло уже по-другому Следовательно В том числе Был какой-то очевидно Выстроен диалог В этом вопросе Вот по поводу отписок Тоже уже начала говорить Да Что в ОЗС сейчас законопроект Разрабатывают О том Чтобы вот как раз Тоже была регламентация Ответов на депутатские запросы Сейчас видимо Сроки не установлены И могут вообще не ответить Могут затянуть Но вот Хочу спросить Это ли первостепенное Да нет конечно Ну совершенно Это вообще Не в том направлении Тратится усилия То есть как бы Я думаю Что у них тоже А в каком они должны тратиться Да у них тоже есть скорее всего Я не могу сейчас сказать точно Но я выскажу свою точку Я думаю Что у них есть Уговоренные сроки Это такой ход Ну о чем-то поговорить То есть вот я Правда я говорю там Отписки есть Но это не избежать Это наша жизнь Там сроки обозначены Здорово Там И то что иногда Ответ на мои запросы Приходят На тридцатый день Это же тоже Некий ответ Для меня Как бы Который говорит о том Что думали Думали что ответить И вот ответили Или на третий придет Или на третий Совершенно Нет Как правило Если приходят Ответы быстро То или уже есть решение Да Или же В принципе Ну как минимум Это говорит о каком-то Демонстрации Готовности диалога Я вас уверяю Есть Внутри администрации Подразделения Которые отвечают быстрее И не обязательно Даже там Через официальные запросы Достаточно просто Встретиться на комиссиях Обсудить И вопрос решается То есть на самом деле Администрация не враг То есть как бы Да Там Сама система просто Иногда Не дает Работать И одна из них Я убежден в этом На сто процентов Потому что достаточно Долго занимаюсь бизнесом Работаю в бизнесе Точнее Это Когда людей Слишком много Слишком много Возможности Приложить ответственность И Это плохо Я считаю Что для нашего Полумиллионного города Ну однозначно Нужно заниматься Оптимизацией Не только администрации Повторю еще раз И орг Структуры Кировской городской думы Потому что Вдумайтесь в цифры Пять Прошу прощения Восемь сотрудников Пресс-службы Трудоустроены Получают зарплату Работают На Кировскую городскую думу На администрацию Это нонсенс Я считаю Что Трансляции комиссий Нет Трансляции комиссий Нет Понимаете Например Если вы сейчас зайдете На сайт Кировской городской думы Я даже про администрацию Говорить не буду Вы найдете там Столько Несостыковок Столько Пробелов В плане информации Которую Рядовой житель Получить не может И я Вчера Как раз Написал запрос Для того Чтобы И подсказал Какие разделы Необходимо Актуализировать Потому что Когда я Погрузился Со стороны Жителя Попытался Найти Ту или иную Информацию Есть Что Можно посмотреть А есть Информация Которая Не обновлялась С 17 Года С 17 Года На дворе 20 Год Представляете Естественно Жители Читают Они понимают Что в городской думе Никто не работает Ну вот Я бы мог Такой сделать Вывод Если я повторюсь Почитал бы Этот сайт И я считаю Что из 8 человек Я боюсь Одного Я боюсь Что в результате Моего запроса Снова будет Какой-то конкурс И найдут фирму Которая за несколько миллионов Переделает сайт Вот это вот самое Печальное То что я не хочу Поэтому Это можно И нужно сделать За бесплатно Я сейчас не говорю Об изменении всего сайта Я говорю о том Что его нужно наполнять Поддерживать В нормальном состоянии Все Для этого достаточно Полчеловека Потому что Это точно не работа На весь день И даже это не можно сделать И я повторюсь Сейчас даже Я не понимаю Кто из этих 8 человек Отвечает за сайт Вот кто Ну вот по поводу Наполнения сайта Полчеловеком Я может быть И не согласилась бы С вами Это все-таки Каждый свою работу Видит У нас сейчас реклама Мы на нее сходим И еще один вопрос У меня будет По поводу Депутатской деятельности Особое мнение На 101FM Да Это действительно программа Особое мнение Мы продолжаем У микрофона Мария Кожевникова А напротив меня Депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин И я хочу напомнить Нашим слушателям Что не только я Здесь могу задавать вопросы Но и вы тоже Номер телефона 8909-720-101-0 Вайбер Ватсап СМС Пишите Можете на сайте Или Вконтакте Я все вижу У меня открыты Все вкладки Ну пока вопросов нет Я продолжу сама И вот еще один у меня По поводу Депутатской деятельности Говорили мы уже с вами О том, что Не всегда Срок запроса Играет роль А играет роль То, что Внутри этого ответа И вот еще Один пункт Который в новом законопроекте Хотят отразить Депутаты ОЗС Это ответственность За воспрепятствование Депутатским расследованием Вот это вот Что значит И Вообще Кто-то мешает Депутату Расследованиями заниматься Ну вот даже Денис Ерохин На примере Гордумы Он там Почти каждое заседание Что-то выдает Есть Какой-то регламент Который ему мешает Или не мешает Этим заниматься Я думаю Что Денису Ничего не мешает Вот Поэтому Наверное Опять же Вот я не вижу Здесь какой-то Особой проблемы Единственное Что я выжискиваю Свою точку зрения Я Считаю Что все-таки же Функции Депутата Не заниматься Расследованием Разоблачением Для этого Есть правоохранительные органы И когда К сожалению Депутат Вынужден 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 Этим вопросом Включаться В него И что-то Рассказывать Это вопрос Про эффективность Работы Уже Совершенно Другой Ветви Власти Правоохранительной Они должны Это видеть И мне кажется Депутат Достаточно Написать Запрос Чтобы все Это Начало Двигаться Я тоже Сталкиваюсь К сожалению Когда Есть На мой взгляд Нарушение Тех или иных Законодательных Актов Процедур И так далее И не всегда Меня радует Как работает Та же прокуратура Или госжилинспекция Но я Повторюсь Моя точка зрения Я считаю Что нужно Заставлять их Работать Их тоже Немало И я пишу Второй Третий Запрос И надеюсь Добиваться Решения Вопроса В сторону В пользу Жильцов Потому что Повторюсь Там все Свои запросы Я не придумываю Сидя на диване То есть У меня нет Такой задачи Вот мне нужно Сделать план 20 запросов В месяц Нет такой задачи Вам 120 приходит От жителей Да Потому что На самом деле Жители обращаются Когда действительно Не понимают Как лучше сделать Хотя я всегда Сначала прошу Жителей Что-то сделать Самим Потому что Это неправильно Когда депутат Превращается В такую няньку Когда жители Ничего не хотят Сами делать Разобраться Вот это неправильно Еще раз повторюсь Депутат это не спонсор Депутат это не какой-то чиновник Это человек Которого наделили полномочиями В том числе Его задача Рассказать Если есть какой-то Правой пробел Как нужно сделать И Ну я Правда Не вижу в этом Темы для нашего Разговора И тратить Ваше драгоценное время Я считаю Что Если получается У моих коллег В городской думе Без всяких Дополнительных регламентов И мы видим результаты То В законодательном Собрании Это тоже должно Получиться Если просто Под это Они хотят Создавать Какие-то Дополнительные Комиссии Ставки И так далее Вот главное Чтобы туда не ушло Потому что Повторюсь Это инициатива Депутата И в рамках Его полномочий На мой взгляд Это мое особое мнение Ничто не мешает Сейчас этим заниматься Пожалуйста Хочу сменить тему Правда Буду не очень оригинально Хочу поговорить О коронавирусе Мы с вами Вот примерно Сегодня Оба сидим В масках И вообще Заметно Что людей В магазинах В каких-то Общественных организациях Даже в автобусах В масках Стало больше Вот хочу вас спросить На ваш взгляд Что подействовало Вот те вот Разговоры власти О том Что надо информировать Или Статистика Которая Стала немного другой Да И нам вот Честно Я надеюсь Говорят Что 11,5 тысяч Кировчан В данный момент Болеют коронавирусом Это много И у нас Наверное Теперь уже у каждого Есть больные знакомые И те знакомые Которые лежат в больницах Вот что повлияло Ну на мой взгляд Повлияло Конечно же В первую очередь То что среда В которой Находится житель Постоянно Это магазины Это Общественный транспорт Это другие общественные места Он стал Он стал другой И действительно Если раньше Заходя в автобус Я сейчас говорю Там про август месяц Например И даже про сентябрь И кто-то был в маске То он выглядел Белой вороной Теперь все наоборот Теперь люди без масок В общественном транспорте Хотя их еще не высаживают Значит Они выглядят Как-то не так В магазинах И это молодцы Здорово Значит Не пускают маски Я просто про маски То есть вы говорите о том Что повлиял пример других Пример других А вот тех других Что повлияло С кого мы пример взяли Ну Для кого-то Не пустили в магазин Он надел маску Значит Кому-то У кого-то заболел На работе коллега Или родственника То есть такая совокупность Да Я про маски Ну Хочу выразить свою точку зрения Там Я не медик Значит Но Я понимаю Что маска Не является там Никаким Стопроцентным Гарантией Там Незаболевания Но это Для меня Такой Лакмусовая бумажка Что Ребята Сохраняем социальную дистанцию Поменьше Собираемся Большими группами Моем руки И так далее То есть вот Вот для меня Что такое маска То есть когда человек То есть это как значок На груди Потому что если человек В этой ситуации Повторюсь В магазин зашел без маски Тем самым Говорит Ну в принципе Меня не особо волнует Эта ситуация И я считаю Что люди Которые сейчас В общественных местах Повторюсь Там без фанатизма В плане улиц Там не надо по улице Сходить в маски Но если люди Соблюдают эти правила Они тем самым говорят Да мы понимаем Что ситуация Достаточно сложная Значит Не из серии Что через маску Не заболеть А из серии того Что я поддерживаю эти правила Я мою руки Я там соблюдаю Еще раз повторюсь Там те правила Которые везде Уже там Все написаны И я считаю Вот в этом Правильный подход Значит В первую очередь Они с точки Не медицины Тут уже Мне кажется Медики Лучше скажут Там и вирусологи Все-таки же Есть какая-то польза Или нет Вот ситуация Вы говорите Сложная Да и все мы видим Что статистика Меняется И побила уже Все рекорды Вообще Все которые были До этого Ждать ли Каких-то На ваш взгляд Ограничений Или мы Другим путем Пошли И поняли Как без них Обходиться Ну я здесь Не скажу Ничего нового Смотрим Что в Москве Добавляем Две недели Вот Так же Наверное И произойдет Потому что К сожалению Весна Лето Значит И сейчас осень Ну Ряд мероприятий Они проводятся В силу еще там Общеполитических Там факторов Потому что За поправки Разрешили голосовать Несмотря на Не на все Там Вот И значит И сейчас там Мы увидим Те ограничения Или не увидим Не потому что Так будет развиваться Повторю ситуация С вирусом А потому что В том числе Будут какие-то Реалии Экономические И политические Я надеюсь Что не будет Такого активного Закрытия Бизнеса Особенно малого Бизнеса Который мы Наблюдали весной Потому что Ну Это действительно Вызывает Достаточно Разные вопросы Когда Там Кто-то работает Кто-то нет Причем Ну Сказать Где больше Шанс заразиться Ну достаточно Сложно Вот Поэтому посмотрим Мы на это Не повлияем К сожалению Это придет Все сверху Не Повторюсь Не потому что Так А почему Сейчас выросло Ну Во-первых Моя точка зрения Это все-таки же Никуда это не делось Эпидемия Плюс Ослабление иммунитета Потому что Все мы видим Когда Даже заболел Один человек Это не значит Что заболело Все его окружение Опять же Если не соблюдать Те правила Которые есть Им удается Там Это или пережить В малой форме Или вопрос Там Уже Там В иммунитете И так далее Вот интересно По поводу Позиция По поводу Носить Не носить маски Да Видели вы Наверное Новость о том Что Вышли люди С плакатами Филармонии И заявили Что Роспотребнадзор Творит произвол Заставляет нас Маски выносить А они вызывают Сейчас будут Цитаты Гипоксию мозга Какую-то дистанцию Там надо соблюдать Зачем это все Что за бред Вот Такое тоже должно быть На выражение Такой позиции Тоже Имеют Любая позиция Имеет место быть У нас просто Очень часто Там Митинги Воспринимаются Как что-то Что поддержит власть И в том числе Население Поэтому Если на митинге Что-то сказали Там да Я не скажу Что всеми Но все считают Что это позиция власти Поэтому не страшно Если будут Такие точки зрения И Я за то Чтобы любая Точка Зрения Имела место быть Люди должны иметь Возможность Ее доносить Потому что Мы запрещаем Сейчас К сожалению Иногда Те или иные Мероприятия Там митинги Не потому что Там они Мы с этим Согласны или нет То есть Она другая Точка зрения Поэтому я за то Чтобы все Повторюсь еще раз Это не значит Что я согласен С той позиции Но то что они Имеют право На свою позицию Однозначно Они Любой другой Политические Экономические Ситуации Любой человек При соблюдении Определенных Процедурных норм Имеют право Высказать свою точку зрения Даже На мой взгляд На какой-то другой взгляд Противоречивую Нелогичную И так далее Поэтому То что они Провели такой митинг Как минимум Им дали возможность Высказать свою точку зрения Еще две минуты У нас И вот сегодняшняя новость На кировских добровольцах Начнут испытывать Вакцину от коронавируса 19 октября В Кировской области Приступят к этому Уже начали в Новосибирске А Киров попал В число трех городов Где это будут делать В Новосибирске Уже некое время прошло И сказали Что нежелательных явлений Фактически нет Вот хочу вас спросить Ну такой личный вопрос Да Вы бы сами Например Готовы были таким Быть добровольцем И вообще Как в целом Вы вот К этой вакцине относитесь К вакцинации В целом Я отношусь хорошо Там я воспитался В конкретной Вакцине первой в мире От коронавируса Буду лять добровольцем Точно нет Почему? Вот Потому что Я считаю Что В силу Того Что у меня есть семья У меня есть Несовершеннолетняя дочь Я не готов Сейчас На себе Тестировать Неважно Какую вакцину Эту Или вакцину От Какого-то Мегагриппа То есть Я не готов Для этого Точно найдутся люди Которые В силу своих Личных убеждений Там Или за какую-то Другую мотивацию Они попробуют Повторюсь Против Вакцинации Всегда только За Но в данном случае Неважно Какая Добровольцем Быть не готов Потому что Для меня Семья важнее Я считаю Что здесь Я подвергаю Буду их И виску С точки С точки С точки С точки С точки С точки Какие-то Плохое самочувствие Это скажется На моей работе Ну и так далее И тому подобное А вообще Вот к этой истории С первой В мире Вакцине От коронавируса Вы как относитесь Правда Это или нет Что она первая Или что Есть ли вакцина Ну для этого Есть Ну еще Прошли какие-то Лабораторные испытания Следовательно Сейчас идет Этап Для того Чтобы их отработать То есть Поэтому Давайте посмотрим Получится или нет Потому что Повторюсь Там у нас есть Хорошая вакцина От других И я думаю Что болезней Поэтому вопрос Там Найти вакцину От данного вируса Ну это вопрос времени Там Будет он мутировать Будут эти вакцины Но это вопрос времени Но Еще раз говорю Для этого Там Лично я Не готов Там Оценивать Те возможные риски Которые могут быть Не только В плане там Летальных А в плане Там Повторюсь Плохого самочувствия Потери времени Потому что Любая вакцинация От того же гриппа Она предполагает Что на момент этого Ты должен быть полностью здоров И все равно Бывают какие-то осложнения Так что Здесь Я думаю Что есть Найдется Достаточно Большое количество Добровольцев Не найдется Их назначат Которые Там А пробируют И мы увидим Какие-то результаты Заканчивается Наша программа Спасибо Михаил Вам за разговор Доброго дня И доброго дня Всем здоровья До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры сделал DimaTorzok